Сегодня в Черкесске составилось собрание общественности, на котором еще раз вспомнили жертв переселения в Среднюю Азию и события, пришедствовавшие к возвращению народа, страдавшего на чужбине 14 долгих лет на родину. С торжеством справедливости карачаевский народ поздравил глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов. Мадина Каракетова подробнее. Несмотря на довольно промозглую погоду, не характерную для обычного ласкового мая в амфитеатре, нет ни одного свободного места. Жители республиканской столицы и внушительные делегации из городов и районов республики пришли, чтобы разделить с карачаевским народом его праздник – 65-ю годовщину возвращения на родину, 65-ю годовщину восстановленной справедливости. За это относительно недолгое время народ сумел снова встать на ноги, выстроить свои дома и жизнь, возродить культуру и традиции. Сегодня карачаевцы занимают свое достойное место среди народов России. Но этим дням предшествовали другие, полные ужаса, когда в одночасье из-за мелочности одного обидчивого государственного чиновника и непомерных аппетитов некоторых других народ был заклеймен, в одночасье погружен в товарные вагоны и рассыпан в степях, обреченные на вымирание. И собрание общественности, посвященное торжеству справедливости, которое все же наступило спустя 14 лет, которое традиционно проходит 3 мая, в день, когда на свою историческую родину прибыл первый шалон с карачаевцами, началось с обряда дуа по тем, кто так и не смог увидеть родные горы. Попросим Всевышнего, чтобы Аллаху Тавала, те, которые ушли, остались на чужбине, чтобы они были обладателями рая. 42 тысячи карачаевцев погибли от голода и других лишений в степях Средней Азии. 22 из них были дети. Очевидцы рассказывают, что вымирали целыми семьями. Исмаил Хаджабердиев обратился к Всевышнему с молитвой, чтобы эти дни никогда больше не повторились ни с одним народом. Перед общественностью выступил глава Карачаевой Черкесии Рашид Темрезов. Дни ссылки отпечатались в памяти многих наших земляков, как страшное событие, бессвет для всего карачаевского народа, заплатившего колоссальную цену за этот акт несправедливости. Глава отметил, что вера в торжество справедливости помогала оставаться народу сплоченным. И дух карачаевского народа был еще больше укреплен верой в скорое возвращение домой. В изгнании карачаевцы не опустили голову, более того, внесли немалый вклад в экономику Казахстана, где было сосредоточено наибольшее количество депортированных и других регионов Средней Азии. А те, кто оставался на полях сражений Великой Отечественной войны, беззаветно отдавали жизни за освобождение Родины. Получили высокие государственные награды, в том числе и посмертно, и уже после полной реабилитации карачаевского народа. Пройдя все испытания, вернувшись к родным очагам, карачаевцы внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона. Но самое главное, сумели сохранить культурную идентичность и передать потомкам то нематериальное, что делает народ народом. И день возрождения карачаевского народа – это общий праздник для всех народов республики, с которыми карачаевцы связаны многовековыми традициями, общей историей и судьбой, сказал Рашид Темрезов. Добрососедство, гостеприимство и дружба между народами были и остаются ключевой ценностью Карачаева-Черкесии, сказал, поздравляя карачаевцев с Днем Возрождения, Александр Иванов, председатель Народного Собрания Республики. Закаленный характер наши земляки демонстрировали и в степях Средней Азии, и по возвращении домой. Добились значительных результатов в сельском хозяйстве, науке, медицине, культуре, спорте, образовании и политической сфере. И эти достижения известны не только нашей республике, но и далеко за ее пределами. С годами участников депортации становится все меньше, а молодежь знает о тяжелой участии своего народа по рассказам бабушек и дедушек. Известный эстрадный исполнитель Руслан Качиев считает, что очень важно помнить свою историю, но смотреть в будущее. Так его учили с детства, и эту заповедь он передает в своих песнях. Хвала Всевышнему Аллаху, что наш народ, наш гордый народ пережил эти 14 лет переселения. И слава Богу, мы до сих пор живем, стремимся, работаем во благо нашей республики, во благо нашего народа. Дай Аллах, чтобы дальше ни один народ не испытал такого переселения, такой беды. И пел Руслан сегодня с особым воодушевлением, потому что пел для своего народа, для тех, кто горевал вместе с карачаевцами, провожая их в неизвестность, для тех, кто встречал тот самый первый шион с возвращающимся домой спустя 14 лет, для тех, кто стоит сегодня рядом, плечом к плечу и смотрит в новую жизнь. Мадина Каракетова, Роберт Джалутанов, Вести Карачаева, Черкесия.